итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и это девятая и последняя заключительная серия прохождения игры colin mcray rally для первой playstation ну что же вот я наконец-то и вернулся к этой игре кстати говоря ну не знаю заметно это будет или нет надеюсь что заметно я сейчас с новым микрофоном записываю это видео поэтому обратите внимание потратил еще некоторое время чтобы настроить но вроде бы сейчас должно быть неплохо соотношение звука игры и моего голоса по моему должно быть заметно причем ощутимо так ну что великобритания последний гран-при последний этап нужно собраться настройки я слишком сильно не менял только тормоза по своей привычке вперед немножко сместил ну и что же начинаем старт как я уже говорил в одном своем блоге я в рейсе когда был проходил вот этот вот этап и чемпионом не все таки удалось стать правда там есть одно но что ну естественно это не с первой попытки это все сделал но зато более или менее выучил трассы и так скажем привык данному покрытию покрытие здесь конечно самое ужасное с той точки зрения что она постоянно постоянно меняется привыкать даже на примере этого этапа вот видите был снег раз постепенно переходим грязь со снегом и потом вообще просто грязь так вот когда я был в рейсе и стал чемпионом но там покрыть не смог выиграть он пришел когда у меня лишь третьим вот а я финишировал лишь 6 то есть выше 6 место мне так и не удалось здесь финишировать мне этого 1 очка хватило вот и ну собственно говоря с там получается с преимуществом в одно очко я стал чемпионом сейчас насколько я помню у нас с ним разница 6 очков и соответственно если он выиграет нам тогда достаточно финишировать ну получается на третьем месте у нас тогда будет равенство очков но по идее по большему числу побед я все равно возьму вверх ну до третьего места еще надо доехать еще перед записью я тоже один раз проехал полностью ралли великобритании буквально не на это ушло полчаса вот и я финишировал третьим как все и задумано смог финишировать третьим он макрейс при этом выиграл и у нас было с ним по 58 очков и я как стал чемпионом конечно нелегко пришлось вот эти вот этапы ну грунтовый скажем так где вот по лесам едем лесоповал и тут еще более или менее я держусь и давалось где-то даже выиграть сейчас вот пока тоже неплохо идем вот и обратите внимание какая машина грязная просто хлам а вот 3 4 этапы мне даются с большой сложности знают а надо с настройками немножко ну как-то посмелее экспериментировать потому что там ну асфальт очень переменчивое такое покрытие грязь и асфальт это мокрая грязь сухая грязь на одном из этапах просто все меняется вот поэтому я там очень много времени потерял сейчас вот в записи я там стараюсь немножко другие настройки применения так ой отлично удалось выиграть прекрасно это вот те этапы которые на них действительно надо выигрывать и смотрите макрейта лишь пятый итоге он нам проиграл почти восемь секунд там 7 с копейками если честно в реальности не знаю кто здесь выиграл надеюсь дружи алекс вульф напишет наш местный эксперт по ралли вот ну что же начало неплохое вот и второй этап принципе здесь похожее покрытие тоже снег грязь буря выходящая одно другое здесь этот этап немножко посложнее что тут елки вот очень близко так трассе растут и если ехать по центру то они даже вид загораживают немножко вот как сейчас и это дополнительная сложность кстати если говорить о временах детства скажем так когда мы с лёхой играли в холин макрей ралли как раз в этот первый великобританию мне никогда не удавалось выиграть я еще здесь не побеждал не рано даже по моему я здесь на подиум что даже не записи когда я приехал третьем это мой скажем так неофициально лучший результат неофициально потому что я его не записывал доказательств этого нет надеюсь что сейчас получится повторить приятно этот зеленый цвет видеть и вверху экрана надеюсь что так все и продолжится так лансер уже стал одноглазым подпили его уже но я когда первые разы вот великобританию тестил я приезжал получается во второй десятке постоянно и лансер у меня был разбит настолько что мне не всегда даже хватало тех 60 минут чтобы его залечить мало того что скорость была мягко говоря невысокое прохождение трассы я еще постоянно улетал вот деревья в эти елки проклинал все реально я думал вообще никогда не научусь ездить сейчас тут даст бог один раз там вылетаю два ну и то это уже косячит конечно будем ехать аккуратно но быстро макрэй второй здесь держится ай-яй-яй-яй-яй вот о чем я и говорил закосячился вот разок ну ладно мы там выигрывали если было бы конечно великолепно если бы макрэй то у нас как подкосили то есть надо чтобы сейчас вперед ну вот Лиати напарничек бы по команде поддержал бакмут очень было бы хорошо ох ты смотрите все равно первый чуть потерял но лидером остался очень хорошо блин ну и опять же посмотрите на 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 то как вот машина да в грязи извалялась вся охотца на это сейчас там стопори подбитые представляете это все девяносто восьмой год это ж так круто было настолько классно даже тень вот она на то с какой стороны вот освещение где солнце интенсивность теней даже вот сейчас солнце нету почти и тень такая еле видная вообще прорывная игруха очень классно грязь такая прям в экран летит тогда оказалось что не настолько реальная графика просто ой отлично и второй этап ну начало обнадеживающее так здесь дамок и приехал второй но все-таки проиграл проиграл нам еще 3 секунды и там около 7 меньше уже с десяток секунд да даже даже 11 почти но лятти в 6 секундах но в принципе лятти мне уже вообще никак не страшен в принципе мне никто не страшен кроме макрейл чемпионский титул достанется только кому-то из нас двоих либо мне либо макрейл так можно на первую лидируем нормально прошли первые два этапа ой машину смотрите закоцали совсем чуть-чуть хорошо так и вот сейчас как раз будет 3 4 этап надо немножко скорость вот повыше поставить что когда максимальный максимальный разгон стоит втыкается она в ограничитель так и вот наверное я еще сменю все-таки покрышки потому что там асфальт больше асфальта и сухого гравия в прошлый раз я тут очень сильно отставал с каждого этапа у меня почти по 20 отставания было и вот здесь я очень сильно закосячился но покрышки у меня были для мокрого гравия сейчас же я вот видите поставил для сухого гравия покрышки чуть более жесткие ну и поставил еще чувствительность управления больше на максималку не знаю сейчас конечно блин привыкать к нему придется давно я не ездил на высокой чувствительности но надеюсь это поможет вообще машина конечно себя сейчас очень нервно ведет из-за вот этой вот максимальной чувствительности надеюсь что вот здесь вот на гравии сейчас как раз по идее теряем вот на этом гравии это такой мокрый гравий влажный точнее это как бы грязь а вот асфальт и сухой гравий нам должны ну по крайней мере может быть не отыгрывать но проигрывать гораздо меньше ух ты смотрите-ка отыгрался даже это хорошо у меня до этого вообще этап допов не было где бы я отыгрывался то есть на каждом на каждом я постоянно отставал отставал по несколько секунд ухты практически полностью удалось отыграть отставание отлично вот кто вот это придумал блин шириной в машину здесь сделать трассу кошмар очень сложные допы но самое главное в принципе здесь не проиграть очень много тут по сути тут два этапа будет с плохой видимостью ну как ночью да вот плохо видно и здесь еще перед ночным этапом будет этап с туманом а это в принципе по мне так он даже хуже чем ночной тут получается вот 5-6 этапы и там в принципе у меня и такие даже были проблемы как вот на этих 3-4 они еще видите такие вот извилистые достаточно но есть тут и прямые достаточно большие участки по каким-то полям едем тут еще бы овец добавили каких-то коз перебегают через трассу и вообще полное погружение в атмосферу было бы ой-ой-ой-ой-ой-ой о давайте-ка вот так финиш задом видели когда такое задом финишировали ну реально там было очень долго у меня выставила же прям на 180 градусов ну разворачиваться потеряли бы гораздо больше так 4 6 секунд почти ну в принципе это гораздо лучше так ильяти вышел вперед покрыть в принципе позади ладно это это хорошо это это нормально далее вперед немножечко вы вырвался но само по себе отставание было но очень небольшим до этого я говорю здесь я на 20 секунд отставала сейчас 5 всего или там 6 так ну что осталось последнее такое самое сложное испытание выдержать последний спецучасток на асфальте надеюсь пройдет тоже более или менее гладко главное далеко слишком мокрое не выпустить ой-ой-ой и вылетел ну ладно в принципе времени много на это не потерял кстати мне тут одну интересную вещь рассказывал один из подписчиков ну правда это было уже давно это еще зимой до моего рейса если я все правильно помню то говорил он следующее что в реальности Lancer Evolution 4 вот на котором начинали ну начинал Томми Мякинен этот сезон но там после по моему 4 или 5 этапа ему уже заменили его на на новую модель тогда вышедшую подготовленную компанией Mitsubishi на пятую эволюцию Lancer вот и как бы ну весь оставшийся сезон он доезжал на пятом эволюшене ну а здесь в игре видите игра вышла в начале года поэтому ну в общем на четверке на четверке приходится весь сезон катать это вот вопрос к тому что сейчас бы да с наличием интернета до постоянному ну какому-то слежению разработчиков за актуальность что ли своей игры с постоянными этими сейчас доступными дополнениями наверное спустя пару-тройку месяцев вышло бы дополнение где заменили бы модель Lancer 4 на пятый на более актуальную ну либо хотя бы дали бы возможность проехать на пятерке ну возможности выбора но те далекие года в 90-е о таком еще даже не мечтали кстати вот сейчас видите едем по гравию сухому даже пыль идет пыль кстати тоже четко сделан прикольно мне даже в первой части пыль больше нравится чем во второй как она сделала во второй какие-то шарики просто вылетают цветные из-под колес надувные здесь вот как-то видно чуть-чуть рассыпается прикольно в общем первая часть конечно классно хотя вторая во многом конечно ее предзошла за исключением может быть той самой пылью хотя я давно во вторую не играл надо восполнить впечатление будет ну первое конечно это однозначно прорыв прям наравне где-то с гран-туризмом просто немножко жанр другой а так в своем жанре это тоже конечно прорыв и новое слово в раллиных гонках так ну вот в принципе мы и второй этот сложный этап неплохо пока идем так главное сейчас не закосячить сам себя сглажу да ё-моё блин кто тут понаставил этих билбордов да еще железобетонных ладно наконец-то финиш ухты еще две секунды на этом ну ладно пять секунд в принципе на одном и пять на другом это нормально оба раза четвертый да Карлос Сайнс седьмой кстати сейчас уже немножко фамилию Карлос Сайнс здесь видеть необычно потому что ну как вы знаете те кто вообще шарит и знает сейчас Карлос Сайнс у нас в формуле-1 вообще-то выступает перепрофилировался вот так и давайте сейчас наверно сохранимся на третий третий слотик потому что тут ну черт его знает варианты есть более сейчас не лидируем уже хотя надеюсь что последующие два этапа я смогу проехать в сильном своем темпе так сейчас надо настройки будет вернуть так 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 обязательно чувствительность на среднюю вернуть сейчас посмотрим да вот видите тут вечер и вон погода fog туманно будет ну а здесь ночь и на последнем этапе даже будет идти дождь так максимальный разгон опять ставим раз и медленные ой чуть было не уехал на этих на сухих да 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 надо снова поменять на для мокрого гравия покрышки да ну что же поехали так ну это последние у нас этапы пятый шестой как я сказал вот видите какая здесь видимость ну и по старой доброй традиции так поставим вид в таких сложных условиях видимости я езжу с капотом так ну и закончу немножко с Карлосом Сайенсом а то может кто-то не в курсе и подумаю что я с ума сошел Карлос Сайенс нам пятьдесят с лишним лет даже наверное ему уже больше в формулу 1 пришел нет я говорил естественно про Карлоса Сайенса младшего сына он тоже назвал Карлос такой вот он видимо ему очень нравится в своем виде и он назвал его тоже Карлосом и Карлос Сайенс младший как раз таки ой плохо застрял но вроде много времени не потерял и в общем Карлос Сайнс младший сейчас в формуле 1 ездит в Торо Россо и он напарник нашего Дани Квята да кто иной как Дань Квят напарник Карлоса и пока к сожалению он на его фоне имеют В Данька не может победить его что ли объехать а сайнс выступает лучше я так думаю что это все в последнюю очередь благодаря тому что нашего дать после четырех этапов взяли и понизили будем называть вещи своими именами выкинули его просто-напросто из редбула и пересадили снова вторая роса конечно его видно было его сильно это выбило из колени заговорил он как и что он все равно напряженно работает и якобы не отражается на его способности выкладываться на полную но понятно что это было красивые слова психологически конечно это его подломила результаты ну прям видно было на спадаешь ну и до сих пор он не может как бы вернуться свою форму у него было прошлом году позапрошлом начале этого года бред булли нашли подиум приехал китай ну будем надеяться что он впереди что возьмет он себя в руки наконец-то не вторая роса вроде бы как сказали что его в случае хотят оставить хотя контракт с ним еще не продлили карлоса сайнса уже официально подтвердили следующий год конечно не может не расстраивать вот тем временем мы едем достаточно уверенно несмотря на такую плохую погоду на пуху видимость принципе удается уй-ой-ой я стал говорить что едем хорошо ошибочку совершил почти 10 секунд уже было наш выигрыш и кстати макрей лишь только четвертый вообще хорошо нужно заделать него делать приличный дабы ну тут еще забегу вперед еще будет супер специальный участок 7 спецучастка будет визуальных условиях еще круговая трасса где нас с кем-то поставят бок о бок нестись ай-яй-яй-яй вот ёлки поспиливать их надо ребята кто их тут понасадил надо лисорубов сюда наш хексифирских загнать ну и в общем надо чтобы к этому спецучастку конечно вот ой хорошо почти 9 секунд отлично и от те 2 макрый лишь 4 ой смотрите он почти 20 сливом великолепно это просто не может не радовать остался последний 6 напряженный спецучасток но на седьмом да надо чтобы там просто в прогулочном темпе и мы проехаться да в общем зачете макрый нам уступает отлично больше 20 секунд даже 23 ой хорошо я прямо не сглазить нарадоваться не могу ничуть и перед шестым этапом я лидирую просто относительно макрый а вообще лидирую в общем зачете так ночной этап он пройдет если все гладенько пойдет по идее не должно здесь много спит нет видимо все таки видимость все таки конечно ночью по хуже прикольно сделано что пары двигают типа контакты там отходят залила на предыдущем этапе фарки электрику смотрите еще на капоте видите такое типа горба такого вот на хлопучка установлены дополнительные прожекторы на машину и потом насколько я помню эти прожекторы были запрещены регламентом ну в чемпионате мира по ралли и потом по моему ночные этапы вообще то есть по соображениям безопасности по моему их теперь по ночам не проводятся участки опять же насколько я знаю но если я не прав поправить по-моему так ты дождь пошел видите начала не было все игры в великобритании они на нас это просто все что вот до этого было условия там они чередовались как бы на каждой из роли а здесь вот просто все в одном у нее слетел чуть-чуть зацепил ё-моё это конечно плохо этого лидировал сейчас лидерство то отдам точно сейчас пытаясь отыграться не на совершать ошибок еще больше 3 секунды но в принципе это терпимо я думал побольше аккуратно аккуратно сейчас главное аккуратно не натупить не натупорезить отрыв в принципе позволяет ехать в своем темпе это опять же свет реализован до первая сонька на ее мощностях реалистичное скажем так освещение парами да ну погода конечно великобритании ужасно теперь и снег и дождь грязь и месила грязь со снегом и сухой грави даже маркеры сколько они всего намесили ну это считай что если каких-нибудь других играх аркады какой-то супер босс последний великобритания это вот последний главарь так ну он сказал финиш и сколько же мы проиграем понятно на что проиграли 6 секунд 6 секунд макрей в итоге 1 но блин он больше 20 секунд нам уступал как мы помним так что он нам вообще не соперник и что получается я так 6 секунд ему проиграл до остальные да отлично даже лятте смирите нам уступает 14 секунд вообще отлично ладно пока радоваться не буду вдруг я ну не знаю уж что должно случиться но на последнем спецучастке супер специальной трассе группе там крутится на месте меня развернет перевернет машина взорвется я уступлю все это преимущество но ребята все идет дело победе так давайте трасса достаточно скоростная и сделаем немножко больше на максимал на максималку скорость так ну что же судя по всему мы будем бок о бок стоять с лятте ну да и прайза скорее всего 5 так возвращаем классический вид да здесь тоже погода конечно нефти ты тут машина зарывается в грязь несет такая прям недостаточная поворачивание отличается от того что было даже на предыдущем спецучастке ну да я в предыдущий раз вот когда я вне записи проходил в принципе мне тут удалось показать лучшее время минута тридцать две сейчас посмотрим постараюсь его этот раз перебить пока вроде бы иду лучше чем в прошлый раз когда я там пару раз зацепил нехорошо так бровку меня мотать начало здесь бровка видите такая покатая у нее машина может колеса закрытут и ее начнет не нападать надо их по возможности избегать либо вот так аккуратненько так ну что вот она финишная прямая и о да минута двадцать девять побил свой же собственный рекорд на три секунды ли а те 5 секунд loser you loser ли а ты а он даже третий макрей второе время показал вот тоже в четырех секундах фу блин все честно вот прям не верится ух ты а сейчас не верится еще больше вы выиграли бонусную машину за то что финишировали первым показав первое время на супер специальной трассе вот это да гляньте восемь секунд с лишним почти восемь с половиной секунд мы привезли ли оттим правда не помню его имя п пьера так да и вот сейчас мы уже официально стали все-таки чемпионами мира смотрите двумя победами закончили чемпионат блин ну это вообще сказка я никогда не думал что смогу выиграть великобританию макры лишь 3 52 очка да смотрите первую четвертую пятую седьмую восьмую выиграли с пятью победами стали чемпионами мира были вообще четко 64 очка из 80 возможных получается с подиума не слазили всех гонках приехали на подиум если честно я думал что я здесь позорно с одним очком закончу ну помету я то как я в рейсе закончил чемпионат но в принципе приехав даже шестым все равно бы стал чемпионом мира действительно потому что макрей тоже приехал третье ну и вот он ребята последний подиум финальный подиум файл чемпионшип стендинг и мы впереди так ну сейчас тут вот мы на на публику на зрители работаем жгем резину крутим шуков на глазах у побежденных соперников все ликуют все нас приветствуют вот ну и конечно ну чё тут скажешь приятно приятно что получилось на победной ноте завершить чемпионат завершить полностью игру ну и пока идут титры давайте подведем небольшие итоги ну как я и говорил колин макрой ралли первая часть но это прорыв это достаточно большой прорыв новое слово в раллиных гонках этого никто таких гонок и делал на таком качественном уровне на таком графическом уровне как бы с вниманием деталям записан голос реального реального штурмана поэтому что тут говорить это лучшая раллийная гонка своих времен даже я бы сказал она многие игры современности может делать может не по графике проработанности уж точно вот ну а вторая часть будет еще лучше это один из немногих как бы проектов где вторая часть она действительно превзошла и без того отличную первую часть вот ну и как вы видите нам теперь доступен режим эксперт в режиме эксперта давайте сохранимся в режиме эксперта там можно будет участвовать на вот как раз этих машинах которые мы выиграли насколько я помню их 2 удалось выиграть сейчас посмотрим ну вот из неограниченной так скажем группы группы н так по моему надо сначала режим на сменить поставить сложный до эксперт когда они станут доступны чемпионате по моему мы еще лянчу зарабатывали да вот она audi quattro вот или анчетельта охот смотрите какая разница ничего себе монстр 160 лошадей audi у лянти у лянчи тоже конечно заоблачная цифра но все-таки это 420 лошадей кошмар ну вот на то это конечно и безумная такая группа и принципе наверно правильно что и отменили очень много было смертельных случаев ну что же давайте на этом прощаться режим эксперт я наверно проходить не буду пока по крайней мере поэтому на этом мы прощаемся с колен макрей первой частью ну и с вами был скутер как всегда увидимся в следующих видео надеюсь что вам понравилось всем пока пока и соблюдайте пдд видео надеюсь что вам понравилось всем пока я